Техника дошла Да, техника дошла, я же говорю, мне так кажется, что я давно живу, так давно живу, это ж надо, были вот эти репродукторы радио, а теперь видишь, разговариваешь и видишь человека. И всего-то сто лет еще не прошло. Да, если бы кто-то 30 лет назад сказал, что мы можем видеокол делать, звонить и видеть себя, никто бы не поверил. А я вот помню в детстве, когда мы ходили на почту, мне говорили, что будет такой телефон, когда ты будешь разговаривать и видеть человека. Вот это я хорошо помню, говорил кто-то, ну как это так, я вот зайду в эту будку и в телефоне буду видеть, с кем разговариваю, ну как это так. А теперь запросто, пожалуйста. Ну правда на почтах такого еще не установили. Ну, теперь не надо на почту ходить, чтобы звонить. Кто-то мог подумать, чтобы можно было позвонить, мне надо ходить на почту. А то пойдешь, да еще сидишь, 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 пока дождешься, вызываете ли. Такая-то кабина, ну зайдешь. Пенза, кабина номер пять. А потом пошли вот эти автоматы, пошли автоматы по коду набираешь, вот какой вначале код города, потом и кидаешь. Копеечки, да. Просверлил Коля первый у нас до стола, вот, заканчиваю там, раз, только, он же проваливается там, раз, и подтянет. Его раскусили, потом долго он туда не появлял. А у нас, когда Илюша родился, я работала в политехническом институте, и напротив прямо был телеграф. И вот как только перерыв, я туда в опромыте, а там было, наверное, штук двенадцать кабин. И вот смотрю одна, развариваете, развариваете, а деньги не кидает. Думаю, стой, сейчас я зайду туда. И попала тоже. Смотрю, уже за мной очередь, стучат мне. А я рукой прикрыла, вроде я опускаю эти монеты, а сама разговариваю. И все время бегала. Как Илюша? Че он там смеется? Да, уже улыбается, да. Как Илюша? Да вот он уже такой, ну, все рассказывали. Сбрил уже? Об Илюше. Сбрил, да? Усы только, бороду не опускал? Нет. Ухитрялись все равно. Потому что 15 копеек и тоже было дорого. Три слова сказал уже 15 копеек. Не успеешь чего сказать уже, и все. И бегала, я помню. А на работе, когда у Книгской работала я, там, значит, Аня, отец же работал заместителем директора. И у нас была своя аппаратная, и там женщина такая добрая, хорошая, телефонистка эта, она соединяла. Да, Люба Алексеевна, приходите, приходите. И когда они запоздали, она позвонит в отдел. Приходите, сейчас линия свободная, я вас с Москвой соединю. Вот еще к ней бегала. Ну, это сначала я в Книгской бегала, когда Илюша еще совсем маленький. А уже вот когда в политехническом работала, уже, наверное, ему годика полтора было там. Ну, все время она звонила, скучала, конечно. А у Ивала иных не было телефонов, по-моему, там же, в той квартире, где вы жили, был телефон? Ну, сразу не было, да? Да быстро я поставил телефон, за четыре колеса. А может, и звонила, когда вы жили у них. Я уже сейчас. Уже начинаю, Вадик, много забывать. А ей, как скажу, что забывать? А Наташа, это вот, что убирается. Ой, я удивляюсь вам. Что вы помните? Я говорю, вот я помню, с детства многое все. А вот такое иногда забываю. Mm. Он... Продолжение следует...